Мы начинаем отсюда, собственно потихонечку мы идем, пересекаем дорогу через зебру. Разнообразие улиц, площадей, красота старинных сооружений. Проект Библиотур позволил ребятам из летнего лагеря прикоснуться к истории и узнать об архитектурных памятниках Одинцова. Ранее проект существовал в формате онлайн, говорит ведущий методист Одинцовской библиотеки номер один. И вот сейчас лето и мы с детьми решили провести библиотур уже в реальном времени, в реальном режиме и в такой приятной компании, потому что дети у нас очень интересуются краеведением. Краеведение это в первую очередь исследовательская работа, исследовательская работа своего края и очень познавательная для самих ребят. Пешеходная прогулка началась в центральной площади. В программе много интересного. Как образовался город, чьи имена носят его улицы. Ребята задавали вопросы и разгадывали загадки о памятниках. Сегодня сложилась такая целостная картина о достопримечательностях конца 2019 года в нашем городе. Мы считаем, что знать свою историю, знать какие-то удивительные места своего города должен обязательно каждый живущий в этом городе. И особенно школьники. Символом оленя, нашим один сова, становится неспроста, потому что у великомученика Артемона был спутник, олень. Ярослав впервые посетил экскурсию по историческим местам и открыл для себя много нового. Удивительно, что музыкальная школа на улице Советской раньше была гостиницей, рассказывает юный исследователь. Мне в этой прогулке больше всего понравилось то, что мы изучали нашу культуру, то, что было раньше. Не то, что построили, там как-то что-то создается, а что было раньше. Как создалось название всяких различных исторических мест. Мне понравилось именно то, что мы изучали историю. Мне запомнилось то, что Одинцово было самым крупным поставителем кирпичей. Раньше был самым крупным поставителем кирпичей вообще. И то, что у нас было очень много глины и песка в Одинцово. Дети узнают историю своего города, говорит заведующий Одинцовской библиотекой номер один. Проект обязательно продолжится. Школьники были в восторге от прогулки и готовы поделиться впечатлениями с родителями. Это могут быть как групповые прогулки, так и сборные. То есть мы собираем людей, озвучиваем в какой день, в какое время мы отправляемся по какому маршруту. И люди, желающие, могут к нам присоединиться. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.